Доктор Мозас Мой бывший ассистент Хи Джун, он же корректировщик второго сектора Северного Отделения Ассоциации Севен. Его глаза были такие же высокомерные, какими я их запомнила. «Должно быть хорошее чувство быть главнее меня», — спросила я его. «О, совсем нет», — вежливо отреагировал он. «Привет, Хи Джун! Сон Бэм!» «Эзра, бестактная ты дура! Я надеюсь, ты понимаешь, как он на нас теперь смотрит. «Что ты тут делаешь? Ты же вроде бы должен направляться на Север и разбирать беспорядки, связанные крахом Корпорации Эль. Проницательный, как всегда, доктор. Я здесь именно из-за этого!» «Что?» — вздохнула я. «Слушай, я слишком стара, чтобы связываться с крыльями. Вы все еще видите искажения? Без этого я не могла бы работать. Смотрите на меня!» «На из тех, кому это действительно интересно, даже если это ставит меня в неудобное положение». «Ну, похоже, твой рот заштопан. Не удивлюсь, если при следующей встрече твой рот и в самом деле будет зашит». «В действительности, я уже даже не видела его лица. Только глаза, зависшие в воздухе». «А, вы ни капли не изменились. Вам нужно финансирование? Я что, выгляжу нищий?» «Тогда зачем вы работаете? По этой дурацкой должности детектива искажения?» «Я промолчала. Не вижу смысла говорить то, что он и так знает». «Вы все еще чувствуете свою вину, не так ли?» — воднокровно продолжил он. «Эзра тут же сгребла его за ворот. Но даже это не сбило его невозмутимость». «В порядке, Эзра, отпусти его». Он спокойно поправил свой воротник и галстук. «Эзра и я — единственные, кто пережили ту бойню. Вы несете прямую ответственность за наши жизни, доктор». «И что ты хочешь, чтобы я сказала? Откусила себе язык и умерла?» «Я не допущу такой легкой смерти. Нет, вы слишком многого мне должны». «Ближе к делу. Зачем ты пришел сюда с юга?» «Я хочу, чтобы вы ненадолго отправились туда». «Южный отдел встретился с инцидентами, которые, скорее всего, вызваны искажением». «Нам нужна ваша способность, доктор. И, пожалуйста, прекратите ваши бессмысленные попытки решения искажений». «Мы хотим полного проявления искажения». «Не пытайтесь его восстановить». «Просто оставьте его, пока оно не разложится полностью». «Эван теперь занимается экспериментами над людьми, так?» «Можно сказать и так. Я выкупил два варб-билета из гнезда корпорации N на следующие два месяца. Так что садитесь на поезд и навестите офис ассоциации, когда придет время». «Это прямой запрос ассоциации Seven?» «Да, класс городской, кошмар. Можете отказаться, если захотите. Вам все равно плевать на принадлежность к ассоциации. Но вы можете повстречаться кое с кем в конце этого запроса». «Просто оставь билеты и проваливай. Надеюсь на то, что мы еще встретимся, доктор». «И Джун ушел, напоследок бросив самодовольный взгляд. Стоило этому демону только закрыть дверь за собой, я тут же дернула помощницу. Эзра посып порог солью». «У нас ведь в офисе нет соли. Мне сходить и купить немного. Знаете что, я пойду и куплю чутка». Я вздохнула, наблюдая за суетой. «Ах, я так и знала, что этот день когда-то придет». Для ухода этого сноба офис ощущался полем битвы. Я продолжала курить до вечера, отгоняя воспоминания прошлого и успокаивалась. Наконец позвала свою помощницу, которая все это время старалась меня не беспокоить. «Эзра, неси карту города». «Да, шеф? Ах, ну у нас же нет распечатанной официальной карты. Секундочку, пожалуйста, я попробую ее нарисовать». «Навсегда собрано, когда этого требует ситуация. Это и делает ее прекрасным ассистентом для меня». «Вот, закончила. Сделала с помощью Пикчер Стора». «Я взглянула на нарисованное». «Ты это называешь картой?» «Ну, вполне». «Мы живем в 14-м районе, за которым закреплено гнездо корпорации N». «Единственный способ перехода в 11-й район, в гнездо K, это варп-поезд». «Не хочу иметь ничего общего с корректировщиками Юга, а в конце концов у меня нет выбора. Все это потому, что я совершил непоправимую ошибку». «Значит, два месяца». «И Джун, самбэ, сказал, что это связано с корпорацией L. Тогда почему мы и поедем сразу в 12-й район, где она и находится?» «Слышала, что гнездо L теперь неуправляемо. Наверное, нас позвали в безопасную зону поблизости». «Эварплатформа гнезда L, скорее всего, больше не рабочая». «Детектив, мы точно будем решать искажения, как доберемся? Или просто будем убивать их?» «Зависит от жестокости искажений». «Но что, если мы нарвемся на искажения, которые могут быть восстановлены?» «Думаем об этом позже». «У нас еще есть немного времени, так что давай закончим нашу обычную работу». «Принято! Я подыщу подходящий запрос». «И мы принялись за работу». «Автор с динамом улетимых литров отсутствует в одной скорости. Акция «Видителям» «Автор с динамом улетимых литров из футболии». Продолжение следует...